Похоже, придется ремонтировать. Сначала в сервис, потом в магазин, ждать запчасти. Почему нельзя, чтобы и запчасти, и сервис были в одном месте? Почему нельзя? Можно! В магазинах запчастей «Марсель» свой сервис, а также гарантия на запчасти. Тысячи запчастей для французских авто. В наличии и под заказ. Здравствуйте, это проект «Место происшествия». Журналистский взгляд на криминальную жизнь Кирова, то, чего не покажут по другим каналам. С вами Михаил Вагин, давайте начинать. Водитель выжил, пассажирка погибла. В поселке Богородское перевернулось Нива. Избил задержанного в отделе полиции. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для полицейского Дамира Мансурова. Загорелось на ходу. На новом мосту очевидцы наблюдали, как дымило, а потом и горела иномарка. Начнем с трагедии в Богородском районе. Там, на грунтовой дороге, опрокинулся бесправник за рулем Нивы. Сам мужчина получил травмы, но выжил, а вот его пассажирка погибла на месте. О других происшествиях за сутки расскажет Сергей Пичугин в рубрике «Сводка». Авария произошла 10 сентября в 20.30 в поселке Богородское. По предварительным данным, 30-летний водитель Нивы ехал по проселочной дороге и не справился с управлением. Машина опрокинулась. Из-за этого травмы получил сам, вероятно, виновник аварии. Его 41-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Сейчас, по факту смертельного ДТП, следователи проводят проверку. Водитель может получить уголовное наказание. На улице Екатерины Кочкиной в Кирове сбили 4-летнего мальчика. По предварительным данным, женщина за рулем Рено Каптюр поворачивала налево и сбила ребенка. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. В Амутнинске пострадал еще один пешеход. По предварительным данным, 61-летняя женщина, водитель Санта-Фе, на пешеходном переходе наехала на 40-летнюю женщину. От удара пострадавшая получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. В Кирове, на берегу реки Вятка, это район большой горы Укранов, выгорела Нива. Автомобиль, который был без номеров, заметили рыбаки. Сгоревшая Нива, Вятка, большая гора Укранов, без номеров. Как видно, не пострадал только моторный отсек внедорожника. Что это было, несчастный случай или поджог, неизвестно. Возможно, так один рыбак отомстил другому. Вот так вот. Полиция и волонтеры разыскивают 17-летнего Гамолина Максима Алексеевича. Его мать сообщила, что подросток учится в одном из московских университетов. 8 сентября он не вышел на связь, и она поехала искать парня в столицу. Однако позже выяснилось, что накануне Максим на поезде уехал в Киров и пропал. Приметы на вид 16-18 лет. Худощавый. Волосы темно-русые, глаза голубые, на подбородке большая родинка. Носит очки, был одет в синюю куртку, оранжевую толстовку, темно-зеленые брюки, кроссовки камуфляжного цвета. С собой был темно-синий рюкзак. Информацию о Гамолине можно сообщить по телефонам на экране. Сергей Пичугин. Место происшествия. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для полицейского Дамира Мансурова. Напомним, 30 августа ночью в отделе полиции на улице Профсоюзной он нанес побои задержанному Алексею Бутюгову. Потерпевшего госпитализировали с переломом голени. Какую меру пресечения избрал суд полицейскому? Подробности далее. В коридоре обвиняемый полицейский ожидает решения суда. По его словам, 30 августа была самая сложная смена в его службе. Было много пьяных задержанных, среди которых оказался и 31-летний Алексей Бутюгов. Сейчас Дамир сожалеет, что нанес ему удары. Брать, допустим, общественность, я не говорю, что человеку, которому он нанес побои, к примеру, как-то его с плохой точки зрения хочу охарактеризовать. Просто есть такие вещи, где приходится трудиться, вы знаете. И не каждый сможет чисто морально вывести все это дело. И не каждый потом сможет вести себя на нем и достойно в этой ситуации. Алексея доставили в отдел полиции на улице Профсоюзной около двух часов ночи. В поселке Садаковском мужчина совершил мелкое хулиганство. В камере он успокаиваться не стал, кричал и бил ногами под двери. Мансуров решил его успокоить. Сначала несколько раз при свидетеле ударил по ногам. Задержанный в итоге упал, но потом встал и снова начал вести диалог. Видимо, провоцировать полицейского. Тогда тот снова вышел и снова ударил. Далее Мансуров решил обездвижить буйного Алексея его же штанами, но не получилось. Итогом этого противостояния стал закрытый перелом голени. Утром задержанного госпитализировали. В больнице Алексей рассказал, где получил эти травмы. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по 286 статье. Это превышение должностных полномочий. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий. Началась и служебная проверка в управлении МБД. Полицейскому грозит увольнение. Мансурову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это значит не покидать место жительства в ночное время, не общаться с потерпевшим и свидетелем. Также являться на допросы следователя. Свою, но полицейский не отрицает, надеется помириться с потерпевшим. Сейчас старшему лейтенанту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Михаил Вагин. Место происшествия. На новом мосту очевидцы наблюдали за пожаром. Сначала дымило, а затем горело иномарка. Несмотря на все усилия спасти автомобиль не удалось. Далее рубрика «Мобильный репортер». Заметное видео уходящей недели. Возгорание произошло около 16 часов. Автомобиль задымился на ходу. Владелец успел остановиться и выйти на улицу. Далее ветер и сухая погода сделали свое дело. В первые минуты универсал пытались спасти, но потом пламя полностью охватило кузов иномарки. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть движение. Потушить огонь удалось только пожарным. В итоге салон автомобиля выгорел полностью. Причина ДТП сейчас уточняется. От автомобиля остался лишь каркас. Посмотрите, как делают дороги. Я согласен. Да, да, да. Я сейчас выкладывать буду, потому что это вообще ужас тихий. Ужас! Это... Я сейчас снимаю, потому что это все пальцем выковыриваю. Давайте посмотрим, как это. Опа! Опа! Без эмульсии, без всего. На улице Юровской мобильный репортер провел тщательный осмотр дорожного полотна. Если это можно было так назвать. Асфальт рассыпался под ногами. Удивительно, но асфальт был уложен, вернее, его укладка была произведена на двух придомовых территориях. Юровская 4, Юровская 6. А люки, ребята, надо будет поднимать, потому что здесь уклон. Бордюрный камень не подняли, не восстановили. Большой привет ГДМС. Ну, пошел. Мобильный репортер из Нововязка начал расследование этого преступления с записи с камер видеонаблюдения. Съемка оказалась более чем удачной. Видно, что ребенок сомневался взять или не взять чужой самокат. Но потом желание прокатиться победило. Еще что-то думает. У меня аж вот прям... Сердце крови обливается вот так вот. Чей-то вот ребенок, родители ведь не знают. Благодаря этой записи нововязкие мамочки уже ищут мальчика и его родителей. Возможно, на первый раз подростка простят, если он вернет самокат и извинится. На улице Московской из прицепа Нивы выскочили на дорогу два петуха. Очевидец на иномарке предупредил хозяина пернатых о побеге, но мужчина уехал. Решать проблему автомобилисты стали своими силами. Поймали петухов и унесли на тротуар. Говорим сегодня о приятных зависимостях. Вот, кстати, я подумала, что я очень часто смотрю пост. Вот, 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 вижу. Вот, а не она отмечает. Некоторое время птицы гуляли по асфальту, а потом ушли в овраг. Там их обнаружили прохожие. Сейчас судьба петухов неизвестна. На улице Профсоюзная жильцы дома номер 90 едва не погибли в шахте лифта. Они не заметили, как в их подъезде произошел демонтаж лифта. Работы начали на средства фонда капитального ремонта. Но, видимо, ограждение не поставили. Двери лифта на седьмом этаже болтаются. Их может сдвинуть даже ребенок, а потом еще и провалиться в шахту. Сейчас жильцы добиваются, чтобы опасные двери оградили или закрыли. Михаил Вагин. Место происшествия. Это проект Место происшествия и мы продолжаем. В обстоятельствах таинственного угона на улице Диповской разбираются кировские полицейские. Там вечером устроил ДТП водитель Лексуса. Лихач и его пассажиры разбежались в разные стороны. Позже на место пришел хозяин машины. Он заявил сотрудникам ДПС об угоне авто. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. После ДТП весь экипаж Лексуса разбежался. Постепенно к машине как бы случайно стали подходить люди. Также приехали сотрудники ДПС и они задали вопрос, кто водитель. Компания во главе с хозяином иномарки ответила однозначно. Водители они знают. Он угнал эту машину, устроил ДТП и убежал. Просто сказали, что здесь угон. А где водители? Просто нужно выяснить. Ты в Пинчуге? Да, да, да. Здорово, Женя. Давай не будешь, что я думаешь. Нет, 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 просто нужно выяснить. Все, ты в Пинчуге. А, б***ь, я в жизни тебя не буду. После рукопожатия собственник авто Юрий рассказал, что угон действительно был. А вы будете писать заявление? Нет, не буду. Ну, то есть это ваш знакомый вопрос? Да, авто или ты? Ничего страшного. Авто, увольщик, авто. Авто, увольщик, авто электрик. Слушайте, а тут ремонт-то, наверное, тысяч на сто. Минимум. 120. Ты мало, я говорю. 120. Фара каждая по сотке. Еще один подчиненный Юрия, Юлия, тоже не хотела рассказывать подробности происшествия. Ведь убежавший ее коллега Константин. Мои слова не помните? Я не смогу так. Он меня знает? По словам Юлии, после ДТП она помогла заглушить мотор автомобиля. Потому что я похудею буду, кося-то немножко похудею у меня будет. Я пролезла в щель-то, потому что из-за остановления прижало до двери, их не открыть. А задние, они заблокировали для детей, чтобы дети не смогли открыть изнутри. Юрий рассказал, что за рулем был автоэлектрик его автосервиса. Правда, полиции сдавать водителя мужчина не хотел. Несмотря на то, что после удара о стену дома ремонт предстоит затратный. Так как хозяин автора сказал об угоне, сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу. После этого, скорее всего, только два пути. Или полиция найдет угонщика и оформит угон. Или возникнут вопросы к владельцу авто за заведомо ложный донос о преступлении. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия. На пустом месте спровоцировал ДТП водитель Белой 14 на улице Карла Маркса. Он на перекрестке не уступил дорогу встречному Фольксвагену. После записи очевидца гадать, кто прав, а кто виноват, уже не приходится. Далее рубрика «Видеорегистратор». Сегодня в ней заметны видео уходящей недели. На улице Карла Маркса водителя Белой Гранты подвела уверенность. Он ехал налево и почти не тормозил. Но если только в последний момент, когда увидел встречный пассат. Господи! После лобового удара Фольксваген выехал на тротуар, а потом на газон и, к счастью, никого не сбил. Перекресток улиц Ленина и современной. Водитель Гранты ехал прямо и уже на желтый сигнал, а водитель 12-й, видимо, решил срезать путь и выехал на красный. Ничем хорошим это не закончилось. Ну вы даете. Судя по видео, в аварии будет виноват водитель 12-й. На улице Московской дорогу не поделили мотоциклисты и водитель Пантиака. Кто, куда и как перестраивался на месте аварии, сотрудники ДПС определить не смогли. На съемке с камер видеонаблюдения можно рассмотреть, что автомобиль ехал по своей полосе, а мотоцикл Сузуки, пользуясь своими компактными размерами, катился между полос. А потом, судя по всему, слегка вильнул. Впрочем, эту видеозапись уже изучают в полиции, и если вы стали очевидцем этой аварии, позвоните по телефону. 8-922-999-80-78 На улице Профсоюзной водитель Гранты не рассчитал маневры и столкнулся с Газелью. Лада перестроилась налево и осталась без зеркала заднего вида. Очень расстроил женщину водителя Киа нарушитель на приоре. Судя по шашечкам на иномарке, дама работает в такси, и ДТП для нее это убытки. На перекрестке улиц Московской Свободы шофер на Ладе думал, что ехал по главной дороге. Оказалось, повторостепенной. На съемке видно, что Приора даже не тормозила. Если хочешь попасть в ДТП, делай как водитель этого грузовика. Сначала он проехал на красный сигнал, затем не смог остановиться перед попутными машинами и устроил аварийный паровозик. В итоге пострадали два грузовика и легковой автомобиль. На советском тракте водитель Гранты пропускал пешехода. К этому маневру не был готов водитель попутной Нексии. В итоге торможение было экстренным, Нексии удалось увернуться. Яростная драка между водителями произошла на улице Комсомольской. Судя по всему, бились шоферы фургона «Фольксваген» и «Лады». Молодой боец был явно активнее, несколько раз попал по лицу возрастному участнику конфликта. Чем закончился поединок, неизвестно. Заправился и задымил КАМАЗ на трассе «Вятка». Очевидцы гадали, что залил водитель в бензобак и почему столько дыма. Чем он? Какой-то? Измечис? Какой-то привык еще? Сегодня тут ничего такого, не обряд ли. Михаил Вагин. Место происшествия. Если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересное видео с регистратора, присылайте его к нам на почту mpkirovsobakainbox.ru или к нам в группу ВКонтакте. С вами был Михаил Вагин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok